Девушки отдыхают Приходит ангел к Богу и говорит Господи, сегодня у нас по плану женитьба И полетели они холостых да незамужних искать Смотрят Парень в поле работает Красивый, крепкий и холостой Летят дальше Видят, девушка трудится, снапы вяжет Кровь с молоком, красавица Незамужняя Дальше смотрят Пьяница сидит Пьет и пьет, пьет и пьет Ну все пропил Холостой, кому он нужен? В другом окне Девушка Ленивая, приленивая О себе только и думая Дом запустила Давай так, говорит Бог ангелу Трудягу парня женим на ленивице А пьяницу на красавице Господи, просит ангел, может наоборот И ответил Бог Если сделать по-твоему То одни от работы лопнут А вторые с голоду помрут Вот так и летают они И к тебе прилетят Ну, иди, иди Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дальше не поедет Два часа назад взорван мост Через Красную Раньше завтрашнего дня Движение не возобновится Придется ехать в объезд Через Становую А что делать там? Что ты говоришь? Совести вообще нет Что он говорит? Понимаешь, он говорит, что через Становую не поедет Не его маршрут А если поедет только за 200 рублей Понимаешь? Да не поедут За мной Отряд Марченко не вернулся И что же теперь делать? У меня через час мама в Красносельске на вокзале ждать пуст. А у меня только двадцать рублей осталось. Тут до Красносельска пятнадцать километров, три часа быстрой ходьбы, где у лофта. Какой ходьбы? Мост взорвали. Ты что, не слышал? Я тут в детстве с пацанами в лагере отдыхал. Я тут все дороги знаю. За два часа до реки дойдем, там дальше брод. А за бродом уже огороды Красносельские начинаются. Как хочешь, я пойду. Я боюсь. Ну, смотри. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Извини, я не хотела напугать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я уж думала, тебя не догоню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда идем, мы спят очком, большой-большой секрет. А как тебя зовут? Угадай. Легко. Таких вот мальчиков зовут одинаково. Или Антон, или Дима, или Вадик. Угадала? А девочек, которые носят такие шапки и ботинки, обычно зовут Маня или Таня. Нет, не угадал. Меня Саша зовут. А ты откуда, Дима? Я не Дима. Я Рома. Я из Москвы. А я в Москве один раз была. На клубном чемпионате. В каком чемпионате? По спортивной гимнастике. Я, между прочим, кандидат в мастера спорта. Меня и в Москву зовут. Школа Олимпийского резерва. У них там интернат, перспективы. Может, поеду. У меня пирожки есть. Поедим? Я с Красносельской электричкой, а потом поездом домой. У отца в гостях был. Отдельно живете? Отдельно. Служит по контракту. Попить бы. Воды нет. Зато есть апельсин. Ты нарочно мне его показал. Выпендриваешься все время. Зачем? Было бы перед кем. Нет, ты сделал это нарочно. Посмотрите, какой я крутой. Наушники, плеер, пистолет. Из Москвы. Дура. Сам дурак. Я ничего не слышу. Давай, давай, сюда. Петачок. Петчок. А ты, правда, кандидат по гимнастике? Ага. И все эти штуки можешь, ну, там, сальто, фляг, да? Угу. Покажешь? Как это покажешь? Здесь, в лесу, в ботинках и в пальто. Ну, не хочешь, как хочешь. По-человечески попросили кандидата. Покажешь. Канидат по гимнастике. Канидат по гимнастику. Продолжение следует... Ай, больно! Что, нога? Да, больно, мамочки, ой! Где? Где больно? Здесь? Везде больно! Здесь? Это из-за меня. Ты меня проси, пожалуйста. Ай, больно! Я пить хочу. Здесь. Ай! Ай! Здесь! Поехали! Ты знаешь, я подумала, а эти, которые мост взорвали, мы с ними не встретимся случайно? Зачем им в город идти? Они к границе пойдут, а это в другую сторону. А где здесь туалет? Подожди меня здесь. Нет, лучше уйти куда-нибудь. Поехали. 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 Тихо! Ты что делаешь? Иди сюда, Пятачок. Возьми пистолет. Он тяжелый. Не бойся, я покажу, как надо. Эту штучку опусти вниз. Это предохранитель. Твоя задача совместить прицел, мушку и цель. На курок нажимай медленно, словно гладишь его. Так? Так? Подожди, я сама. У тебя губы кислые. Это, наверное, апельсина. Мне больно! Дурак! Отстань от меня! Курок! Мне больно! Слышишь? Не подходи! Не смей меня трогать за грудь! Я убью тебя! Слышишь? Мне больно! Убери пистолет, он заряжен, дура! И ты! Убери пистолет! Иди сюда! Убери пистолет. Убери пистолет! Убери пистолет! Пойдем, пожалуйста. Все, нету, брода. Наверное, дожди эти сильные. Ну, был, брод, был! Ты мне веришь? Я тебе верю. Я хорошо плаваю. Ром, помоги, пожалуйста. Руки окоченели. Я не хотел там в лагере, так получилось. Ты меня прости. Руки окоченели. Руки окоченели. Руки окоченели. Дяденька, не бейте. Дяденька, не дяденька. Дяденька, не бейте. Дяденька. Холодно. Дяденька, дяденька, я больше не буду. Не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! Электропоезд до станции Неваномысская прибывает на второй путь. Повторяю, до Неваномысской на второй путь. Будьте осторожны. Я билет пойду куплю. Будьте осторожны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вам нехорошо? Просто задумалась. Виктория Павловна, подождите! Виктория Павловна, вот завтра остальные анализы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Курас Я не понимаю Мы даже с ним не были знакомы И опять объясняю Заметь, в третий раз объясняю Он сидел напротив Сережки Мерзякова в кабинете Помнишь? Ну, да Мерзлякова помню А этого Завгороднева не помню Это такой сусами Ну, что ты с усами пристала? С усами Семен Хромой. Так, это какой Семен? Который с лестницы упал, встанут они и в министерство. И потом молчи лучше. Хорошо. Какая разница, с усами, безусловно. Вот ведь. Вспомнили, столько лет прошло, вспомнили, а у меня костюма приличного нет. Вика, 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 что с тобой? Вика, тебе плохо? Черт! Черт! Не тряси. Голова закружилась. Когда похороны? Здравствуй, Лена. Ой, здрасте, Игорь Леонидович. Я уж обрадовалась, что вы передумали. Нам куда заходить? Там я очередь заняла. О, Господи. Здрасте, тетя Вика. Здрасте. Здрасте. У вас семь пятниц на неделе. Вот была бы мама жива, она бы этого не допустила. Зря вы меня уговорили. Твоя мама никогда здоровой не была. И ты такая же ненормальная. Тетя Вика. Игорь. Что? О, Господи. Игорь. Ты бы еще палки лыжные взяла. Что? Игорь, Игорь. Семьдесят два года, Игорь. Сорок пять лет непрерывного стажа, Игорь. А очередь уже прошла. По славу Богу, жену с племянницей. Да слава Богу. Как прошла? Так. Какой кабинет? Двенадцатый. Подождите. Позвольте. Что такое, уважаемый? Позвольте. Назначено. И нам назначено. Проходите. Еще кто? И этих тащит. Идем сюда. Давайте, давайте. Завещание должно быть совершено лично завещателем. Совершение завещания через представителей не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Поэтому необходимо составить два завещания на каждого из супругов, на принадлежащему долю имущества. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причину его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чьего-либо согласия, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Имейте в виду, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждеренцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Наследство открывается со смертью гражданина. Доля имущества, указанная в каждом из завещаний, перейдет к наследнику с момента смерти соответствующего завещателя. Супруги, собственники, совместно владеющие квартирой, являющиеся объектом завещания, присутствуют. Приступаем к оформлению завещания двухкомнатной квартиры, 54 квадратных метра, находящейся по адресу Красина, 27. Простите, завещание – очень серьезный шаг. Мало ли что. Пока вы оба живы, вы всегда можете аннулировать завещание или переоформить его на другое лицо. Или мы можем отложить оформление завещания. Вы подумали? Давайте к спорту. Вика! Я паспорт забыла. Вика! Я забыла паспорт! Вика! Ты что-нибудь объяснишь? Я паспорт забыла. Ты что-нибудь объяснишь? Я паспорт забыла. Ты что-нибудь объяснишь? Все! Не надо мне это, ничего! Лена! Все она о смерти твердит. Паспорт она забыла. О-о-о-о! Я паспорт. Вика! Вика! Страшно. Тёма, посмотри. Вылетает. Да? Основной задачей треста являлась прокладка и пуск подземных коммунальных… А помнишь, это как мы в Тверь к этой самой Элке Краснопольской ездили? Сучка. Сучка. Красивая такая была. Я тогда стеснялась в баню ходить. Мы худые все были. Она такая розовая, толстая. Все в родинках. Мне продолжать? Да продолжай, конечно. Только там не спец-строй-монтаж, а спец-строй-монтаж-коммуникации. Вот так вот, кажется. Вообще, давай, давай, работай. По твоей книге, наверное, будут некоторые изучать историю нашей страны. Да, ну, ты не слушай. Я слушаю. Очень внимательно слушай. Это же очень важно. Это очень важно. Я только никак не могу понять, когда ты стал этим эгоистичным чёрстым индюком. Когда ты разлюбил меня. Когда квартиру дали. Или когда тебе не дали быть начальником отдела. Или когда мыкалки ездили в Тверь. Чёрт их знает. Когда разлюбил. А помнишь, как ты тогда пьяный напился, оделся во всё женское. Тебя милиция забрала. Какой ты тогда был чёрт. Боже мой. Какой замечательный. Вика, никогда не называй меня индюком. Я всегда тебя любил. И буду любить до самой смерти. Поняла? Поняла. А я возьму и никогда не умру. Синий. Как? Ты же знаешь. Синий мне никогда не шёл. Вот. Ну, как и с серым. Он же меня просто старик. Да. Старик. Давай. Да. А вот этот вот дайте. Много товара. Ну, вот этот. А? В ёлочку. Ну, давай в ёлочку. Ну, Вика, ну, что я это буду надевать? Это, это бессмысленно. Ну, ты видишь, они короче, короткие. Китайское. Как они шьют, не знаю. Ну, что, Турцию попросить? Ну, дурака. Господи ты, Боже мой. Ну, ну, что? Я постарел, да? Турцию мерить будешь? Вика, закрой штору. Не закрою. Закрой штору. Не закрою. Вика. Не закрою. Закрою штору. А! Это. Пока. В примерочную. Ага. Мне тяжело? Нет, нет, что вы. Спасибо. Спасибо. А я тебя национальные выставляю через месяц, так что, давай, два подхода на пресли, три подхода на спирт. Вперед. Ну, говори. Ну, я правда паспорт забыла. Вот. Чудные вы с Игорем. Сами все затеяли. Теперь пришла. Ну, я правда забыла. Ну, прости меня. Фантазерка. Леночка, прости меня. Саша, я считаю. Ну, прости. Ну, Лену. Ну ладно. Можно я здесь немножко посижу, посмотрю? Руки тянуть надо. Вот так. Ноги натяни. Вот так. И смотри вперед. Улыбайся. Улыбайся. Не надо быть. Стой! Ты куда? Ну, что тут? Ну, что тут? Ну, что тут? Ну, Леночка. Ну, что вы меня тут устроили, а? Ну, давай работать. Вперед. Чего пришла? Ну, паспорт. Да. Ну, где вперед? Ну, паспорт. Ну, так? Ну, перейдем. Бабуль! Конечная! Кладбище! Приехали! Ты не замерз? Такая холодина! Ужас! Знаешь, можно я туда не пойду? Человек умер! Ты понимаешь? Человек умер! Ты только осторожно не обей! Я с тобой дома поговорю! Ну, все, дома так дома! Я не капризничаю! Я не капризничаю! Вика! Вика! Подожди! Подожди! У Семена Семеновича было необыкновенно обостренное чувство справедливости. Сегодня, в этот тяжелый для нас день, мы прощаемся с человеком, олицетворявшим совесть нашего отдела, его честь. В 1950 году Семен Семенович молодым специалистом пришел в наше министерство. Но, к сожалению, мне с ним поработать не удалось. Но здесь есть люди, которые знали Семена Семеновича практически со школьной стомбии. По-моему, там его сын стоит. Я подойду. Я скажу несколько слов. Надеюсь, надеюсь, что Сеня слышит меня. Я в это верю. Мы ведь с Семеном Семеновичем со школы дружим, в одном классе учились. Вот мы теперь провожаем его в последний путь. Но ведь я совру, если скажу, что на душе у меня тяжело. Ничего подобного. Семен, он уходит. А то, что через него к нам сюда прорывалось, что ли, оно здесь, оно рядом с нами. Здравствуйте. Примите мои самые глубокие соболезнования. С вашим отцом меня очень многое связывало. Я не сын. Сын, по-моему, вот стоит рядом. Добрый день. Спасибо тебе, Семен. Спасибо тебе за все, что делилось. Вика! 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 Вика, зачем ты ушла? Что люди скажут? У нас будет ребенок. Ушень замерзый. Что ты сказала? Вика! Ты была права. Ты знаешь, я ошибся. Это действительно Семен хромой умер. Закройся. Простойдишься. Я и забыл его фамилию. Он в шестьдесят пятом с лестницы упал. Да. В министерстве, в втором здании. Вика! Пять недель уже. Может, мальчик будет? А, Игорек? Пошли домой. Ты в своем уме? Да иди ты. Ты в своем уме? Тебе сколько лет? Пусти. Тебе сколько лет? Как это могло произойти? А? В том месяце. Помнишь? На твой день рождения. Мы же всегда с тобой. Мы хотели ребенка. Игоречек. Мальчика хотели. У меня есть справка. Анализы. В сумке. У меня есть справка в сумке. Нет. Это черт. Это справка. Что люди скажут? Зачем? Я тебе не верю. Зачем? Что люди скажут? Что люди скажут? Игоречек. У меня обед. Я только через полчаса поеду. Можно я погреюсь? Можно. Спасибо. Закопали? Закопали. Забуд на поминки. Шесть часов. Можно я не пойду? Прости. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Девушка, а у вас российский и украинский? Продолжение следует. 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 44 рубля. Пакет можно взять? Да. Вот это вот, сколько? Тоже 44. Да. Извините. Ничего. КОНЕЦ Прим인데, как яonden... Оно было! Читает машина. Субтитры делал DimaTorzok О чем? О нас Это несколько минут Давай откройте Я боюсь Я тоже боюсь Я могу паспорт показать Не откройте Я вас еще в магазине заметила У меня нож здесь, на тумбочке Врете вы, нет у вас никакого ножа А потом я сильнее вас Пожалуйста, пустите меня, я просто хочу поговорить Зачем вы за мной шли? Потому что я люблю Володю Вы любите Володю? Да Я его жена Вера Петровна Толмачева Жена Владимира Сергеевича Толмачева А вы любовница моего мужа Мне можно войти? Я не собираюсь устраивать концерт Я просто хотела посмотреть на вас Как вы живете Как живет женщина Как живет женщина с которой спит мой муж А вы уверены, что я любовница вашего мужа? А разве нет? Если вы скажете, что это не так То я сразу же уйду Ну? Скажите Скажите Я еще прошлой весной почувствовала, что у него кто-то есть А потом нашла в ящике его стола ваши письма Мы с ним в одном институте работаем Я знаю Вырылись в его столе Вы моложе меня, а я вас красивее Может быть, вы в постели лучше? Сомневаюсь Вы как предпочитаете? Замолчите Почему? Я ведь и разобраться хочу Вот у вас не так уютно, как у меня Но он здесь днями пропадает Конечно, у вас нет детей А у меня их двое Я воду выключу в ванной Я люблю Володю Толмачева Я люблю Володю Толмачева Я закурила Ничего Я пепел в руку стряхиваю Да, я действительно с ним познакомилась прошлой весной В Юрьеве На семинаре Да, в Юрьеве Он ко мне подошел в перерыве Сказал, что давно за мной наблюдает Пригласил в ресторан А я пошла Он кобель Да, мы с ним гуляли по берегу А потом ему отдалась Да, мужчина-то так себе, ничего особенного Толстоватый, ростом не вышел А ну-ка замолчите Да он еще заикает, когда волнуется Но, знаете, в тот вечер Может он и сголодался с вами Так вот знаете, как бывает у женщины в первый раз в такой ситуации Сначала да, все чужое И рот, и руки, и прикосновения Да и все остальное мужское А потом вдруг все такое родное Ах! Я люблю Володю Толмачева Я уйду сейчас Мне вообще приходить не стоило Но, знаете, будет осень У Коля-старшего сапог нет У Вити куртки нет А вам он, наверное, цветы дарит Я вас очень прошу, займите мне тысячи восемь Я отдам вам Я отдам в следующем месяце Или в июне отдам Я отдам Да? Хорошо Вот возьмите, у меня больше нет Здесь пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей Угу Я вам отдам Я отдам Да Только я умоляю вас не говорите ему, что я приходила Он меня бросит, меня и детей бросит Я вас прошу Замыли, закрутили Замыли Замыли, закрутили Замыли, закрутили Замыли, закрутили Опять двадцать пять. Старые. Старые, но не все. Вон тот, видишь, бородкой. С орденом. Ну да? Ну ты чего? Ну знаешь, если ты будешь привередничать, то всю жизнь одна вообще останешься. И вообще, ты когда этим последний раз-то занималась? На первом курсе пойти? Слушай, да хватит мне эти гадости говорить. Лен, Лен, ты чё? Лен! Лен, не напирай. Лен, не напирай. Проходите. Ты висишь сразу? Мутим, крутим, крутим, крутим. Ща вон ту звезду замутим. Одинокое лечо. Колесе. Раскрутий тебя, ходи. Папки, пачки, распальковки. Все, что нужно, в них туновки. Эли, мы мутные парки, яды. Держи. Какой ты? Бой? Держи. Субтитры сделал DimaTorzok Кофе и бутерброд с сыром Кофе и бутерброд с сыром Кофе и бутерброд с сыром Здесь все. Пять тысяч девятьсот пятьдесят. Возьмите. Вы что думаете, я это из-за денег? Да не молчите же вы! Я это от злости, от гадости, что накопилось. От одиночества, понимаете? А деньги нужны были для полнатой картины. Вы понимаете? Я понимаю. Я это в первый раз. Но я же спросила вас тогда, помните? Я же спросила. Если вы не любовница Володи Толмачева, я сразу же уйду, помните? А кто это? Володя Толмачев? Никто. Не знаю. Я ведь его выдумала. Володя, Алеша, Сережа. Институт. Да какая разница? Но вы ведь мне подыграли. Я подыграла. Я вас заметила еще месяц назад у танцплощадки. Достояли и смотрели на этих стариков. С вами подруга еще была такая. Я сразу поняла, что подруга та еще, а вы нет. Вы так смотрели на этих танцующих. Ну, в общем, как я на них смотрю? Ну, я и подумала тогда. Узнаю, где она живет. Приду к ней, скажу, что она с мужем моим спит. Она, конечно, отказываться будет. А я хоть на минуту почувствую себя замужем. Хоть на миг нужной кому-то. Хоть в ее глазах. Хоть в твоих глазах, понимаешь? Хоть в твоих. Передо мной мужики за день. Сотнями проходят. И все мимо. А ей девяносто один. Сто тринадцать. Готовьте мелочь. Мне порядком надоели Обгоревшие модели Я бегу, я валю Из Коктебеля Прямо в горы В дискоклубы Куршавеля Я кричу, я лечу По Коктебелю Когда онoding Как пара, как тибели Две грузинские модели Автостопом залетели За гора и балдели Как пара, как тибели Две грузинские модели Автостопом залетели За гора и балдели Куршавеля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА